Можно использовать на фермах, где заменить человеческий труд. И на автономном режиме здесь есть электрическая часть, чтобы не было загазованности. Троника российская полностью, российская, софт российский. Но здесь задача не просто показать возможности беспилотной техники, а задача сделать серийно выпускаемый образец. И самое главное, что этот образец должен быть вострен. Завершился взят делегации Республики Беларусь в главе с премьер-министром Романом Голченко в Казань. Гости из Беларуси посетили несколько предприятий Республики Татарстан. В рамках визита в Казань делегации продемонстрировали успехи работы над совместным проектом МТЗ Татарстан и Казанского федерального университета. Первый беспилотный трактор. Он стал первой ласточкой большого проекта по созданию серийных образцов и управляющей платформой высокоавтоматизированных транспортных средств, предназначенных для агрохолдингов и фермерских хозяйств. Классический, что называется сценарий эксплуатации, почему, например, недавно нам был показан, допустим, малый трактор. Это малые сельхозяйственные угодья, ну, словно говоря, небольшая ферма, либо даже там приусадебный участок, где у вас есть там два-три трактора, где вы для них просто создаете задание на планшете, они спокойно, что называется, его выполняют без вашего личного участия. Проблемы стареющего населения и нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве сталкивается большинство развитых стран. При этом спрос на сельхозпродукцию неуклонно растет, что создает угрозу для продовольственной безопасности стран и мотивирует фермеров активно внедрять автономные технологии. Беспилотные тракторы и техника уже успешно справляются со многими трудоемкими задачами. Посадка, прополка и уборка овощей и плодов, опрыскивание и борьба с сорняками, внесение удобрений и полив культур. В рамках программы стратегического и академического лидерства «Приоритет-2030» Институтом вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета совместно с МТЗ «Татарстан» был разработан макетный образец беспилотного тракта. Владелец при усадебном участке хотя бы АКРОВ-10, ему это понятно. Он может купить этот небольшой трактор, он стоит до миллиона рублей, он может с его планшета задать ему задание, он будет прекрасно работать. Это значительно даже дешевле, чем даже человека нанимать. Оператор управляет трактором в дистанционном режиме через специальное разработанное программное обеспечение. Может управлять трактором даже с планшетом. В режиме стратегического управления трактору указывается конкретный маршрут, который он должен проехать, и система проезжает. В режиме тактического управления операторам выдается конкретная задача. Например, доставить груз в конкретную точку. И система автоматизированного трактора сама принимает решение, как выполнить задачу, опираясь на анализ фоноцелевой обстановки. В рамках разработанного макетного образца частично реализован функционал для каждого режима. Мы планируем эту инициативу масштабировать уже на уровне союзного государства, но, что называется, если все получится хорошо, для того, чтобы инициировать такую достаточно глобальную программу сначала по пилотной эксплуатации данных транспортных средств, потом уже широкомасштабному внедрению. Слава на днях КФУ получил средний трактор из линейки продукции МТЗ. И специалисты Института вычислительной математики и информационных технологий приступили к работе по его модернизации. Многообещающие перспективы ожидает беспилотный трактор с высокой степенью автоматизации. Карина Бравцева, Фарид Захитоглы, Универньюз.